Инклюзивный корпус урочисто открыли у детячем оздоровленном лагере «Изумрудный». Эта подея стала часть масштабного проекта, который уже с четвертый год реализуют Новополоцкий гарвы «Канкам» и Евросоюз. Новополоцка от инклюзивной школы до инклюзивного города. Дякуючу проекту в «Нафтограде» створяют безбарьерные сяродцы. И специализованный корпус, адаптованный под потребы детей с обмежеванными махчимастями, еще один крок у его реализации. Под обязанностей у наших корреспондентов. Зрабить город максимально зручным для усіх ягожих ароу, у тым лику для людей, чая махчимастя обмежаванная. У таким накерунку Новополоцк рухается уже четвертый год. Масштабный проект сумесно с ЕС тут реализуют с 2016-го. Безбарьерные сяродцы с кожным годом наближая город до створения ровных махчимастей для усіх. Их это не только пандусы, тактильная плитка и іншые элементы. Цяперу дзятячым оздоровленным лагерам «Изумрудный» у Глыботским районе есть целый корпус, адаптованный под потребы дзятей с обмежаванными махчимастями. Спальный корпус номер 4 до початку третьей змены змянился кардинально. Открыли яго урачисто. Я очень рад, что я могу быть сегодня здесь, в Глыбоке, потому что это, конечно, прекрасный проект. Это, конечно, маленькая часть большого проекта. И я думаю, что они сделали замечательную работу здесь. Очень прекрасно, новая, чистая. Это будут вообще другие возможности даже для детей, у которых есть несколько проблем. И, конечно, это природа здесь, это прекрасно просто. Мы фактически в лесу, озеро тоже рядом, и сейчас замечательные условия тоже здесь. Так что я думаю, что мы можем все немножко гордиться. Действительно, это событие для нашего города. Это, наверное, не только для города, а для всей Витебской области. Вот таких корпусов, которым могут оздоравливаться ребята с ограниченными возможностями, с нарушением опорно-двигательного аппарата, их просто-напросто нет. Это первый корпус, и мы горды тем, что это в лагере «Изумрудно», в нашем лагере, который подведомственный нашему отделу образования. И сегодня на третьей смене мы уже принимаем первых посетителей. Это будет двое ребят, которые будут оздоравливаться. Для гостей – экскурсия по новым корпусе. У в охоту будинок оснащены пандусом. На першем поверхе – просторные и зручные покои для детей. Широкие проходы и дверные проемы, великий холл. Прилеглая территория так само обсталявана элементами безбарьерных асяродья. По обыч – инклюзивная гульнявая пляцовка. Абсолютно новые умовы для отпочинку оценили дети. На сегодняшний день я уже посетил два корпуса, где я могу спокойно передвигаться. И это касается и жилого корпуса, где сделаны просторные комнаты, где можно спокойно проехать, развернуться, подъехать к кровати, к столу. Также это и санузлы, где ни с чем не сталкиваешься. И, конечно же, самое главное, как мне кажется, это пандусы, которых здесь раньше не было. Дякуючи суместному проекту, в Новополоцкой школе з'явилися лифт и класс дистанционного навучания. Для детей с обмежованными махчымастями адаптованы городский палац детей и молоди. Свои выники проект «Новополоцк. От инклюзивной школы до инклюзивного города» подведев осенью. Вольха Шмаргун, Новины, Хлеботский район, Новополоцк.